Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. А именно, я вам расскажу о двух своих новиночках. И одна из новинок, наверное, это даже будет считаться в нынешнее наше время, как такой небольшой позор парф-любителя. Потому что кажется, что этот аромат уже такой заезженный, что это уже прям мувитон, что парф-любители точно не должны пользоваться этим ароматом. А я к своему стыду хочу вам признаться, что этот аромат прошел как-то мимо меня. Я как-то с ним никогда не была знакома, у меня никогда его не было. Тоже, кстати, будет удивительно для многих. И тут я, когда заказывала себе фланкер этого аромата, я решила приобрести флагман. Как-то познакомиться с ним поближе, что называется. Может быть, как-то в магазине я его тестировала, но мельком, потому что все вокруг говорили, «Нет, нет, нет, это уже не модно, это уже не современно, это нет, все этим пахнут». Кстати, вот этот факт тоже, что все этим пахнут, наверное, меня даже больше измущало. Поэтому я как-то так проходила мимо. И говорю я сейчас вам о ароматах от бренда Dolce & Gabbana, а именно о Light Blue. Да-да. И также я себе приобрела версию Forella. Кстати, такие классные коробочки, прям такие мягенькие, такие бархатные. Класс. Что касается Forella, я его тестировала, кстати говоря. Также слышала много-много положительных отзывов про этот аромат. Но могу сказать сразу, забегая вперед, что мне он понравился. Но это, наверное, не 100% попадание именно в мои вкусы, в плане носки я уже это поняла. Что касается Light Blue, я его, честно говоря, даже не открывала, потому что я хотела это сделать вместе с вами на камеру. Потому что, вообще, в принципе, зачем я его приобрела, во-первых, мне было интересно. И плюс, вы знаете, аромат стоил довольно бюджетно. Мне, кстати, этим нравится, что миниатюрки на сайте Риндову стоят очень бюджетно. Кстати, очень часто задаваемый вопрос, где я покупаю парфюмерные миниатюрки. Мне кажется, этот вопрос встречается, если не в каждом моем видео. По крайней мере, там, где чуть-чуть промелькнут как-то миниатюрки, везде будет этот вопрос. Еще раз вам здесь отвечу, что я их покупала абсолютно в разных магазинах, в разных странах. Мне очень много присылали. Сейчас, если смотреть из наших всех интернет-магазинов, где я делаю заказы, то миниатюрку, по крайней мере, для меня лично, миниатюру я могу приобрести только на сайте Риндову, потому что на Риндову их огромное-огромное множество. Там я, в принципе, приобрела. Этот аромат я приобрела также. Псылки оставлю на один и на другой аромат. Можете пройти, посмотреть. Там, в поисковике, вы можете увидеть пункт миниатюры и посмотреть там миниатюрки. Я вам, как всегда, ставлю промокод на скидку 10%, чтобы ваши покупки были еще более выгодны. Потому что промокод суммируется с этими акциями и скидками на сайте и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Давайте распаковывать, потому что мне так интересненько. Так. Смотрите, какая большая коробка. Какая маленькая миниатюрка. Интересно, интересно, конечно. Так, здесь у нас миниатюрка, в принципе, выполнена так лаконично, в таком же дизайне, как и флакон. И давайте нанесу на себя аромат и поделюсь с вами впечатлением. Это вкусненько. Это цитрусы. Это прям вот цитрусы, такие, какие они есть. Просто сочные, цитрусовые, апельсиново-мандариновый аромат. Нравится, по-первых, звучание. Ну, такой, да. Даже лимончик, если ощущаю больше. Лимон и апельсин. Ну да, приятненький такой. В общем, разношу его, попробую. Ну и плюс мне хотелось, чтобы у меня миниатюрочка была в коллекции. Потому что уж такой аромат должен быть хотя бы в миниатюрке. И давайте уже приступим к Light Blue Forever. Тоже красивая такая коробочка. Здесь уже аромат по размеру. То есть он прям такой, как коробка. И красивое очень оформление. Это у меня 25 миллилитров. И взялась в такой небольшой формат. Что могу сказать про этот аромат? Это у нас... Сейчас я уже понимаю, что, конечно, база здесь такой, знаете, каркас идет от классического Light Blue. То есть это цитрусово-древесная такая история. Но здесь аромат уже на тему жасмина, на тему нероли. То есть я здесь ощущаю жасмина и нероли. А поэтому композиция уже стала менее такой прямолинейно-цитрусовой и более неролево-бело-цветочной. То есть если, сразу забегая вперед, могу сказать, если вы на вы с жасмином, если вы на вы с нероли, то, возможно, вас эта композиция поддушит. Еще, знаете, какой у меня произошел диссонанс именно в восприятии этого аромата? А вообще Light Blue это летние ароматы, как бы они используются летом. Вот эта вся линейка, много фланкеров. Это все пляжная, курортная история. Но мне кажется, что вот именно вот этот аромат немного выделяется в том плане, что мне кажется, что в более прохладное время года жасмин здесь будет звучать лучше. То есть вот здесь у меня произошел такой диссонанс, то есть что мне кажется, что аромат, наверное, даже на прохладное время года зайдет более лучше. Потому что если будет жара там плюс 40 и плюс вот эти белые цветы, конечно, зависит от химии кожи, как аромат раскроется именно на вашей коже. Но в большинстве случаев, мне кажется, он может просто люто вас задушить, потому что вот именно вот такой плотный белый цвет. Понятно, что здесь не скажу я прям, что такое прям плотнющее звучание, потому что все-таки это на фоне цитруса все. Но вот имейте в виду, что это все-таки такой яркий белоцветочный аромат. Но звучит он красиво, и в нем, знаете, даже какая-то такая порошковость появляется. Как будто бы запах чистоты, порошка, вот что-то вот такое. Возможно, это вместе с цитрусами его и вытягивает на такое теплое время года. Но мне все-таки показалось, что вот этот аромат будет универсален и на холодное время тоже подойдет. Хотя, конечно, и классический Light Blue также носят и в прохладу, потому что цитрусы, они хороши летом как освежающие. Но понятно, что в жару они быстро слетают с вас. Но и в прохладу, особенно перед Новым годом, придают такого настроения. Здесь, конечно, этот аромат перед Новым годом вам никакого настроения не придаст, потому что здесь все-таки цитрусы очень на подпевках, очень еле уловимы. В основном это белые цветы, в основном это нироли, то есть композиция на эту тему. Но, в принципе, нироли тоже являются частью пляжной такой истории, поэтому тоже будет неплохо. Но вот для любителей ароматов поплотнее, то есть более таких бело-цветочных. Поэтому имейте это в виду. Вот, поделилась с вами впечатлением, аромат мне понравился. Понятно, что чуть-чуть как бы вот такой нюанс, что на лето он, наверное, под вопросом, не для всех. Но, в принципе, мне он понравился, и я его с огромным удовольствием ношу. Если он у вас есть, пишите, пожалуйста, свои впечатления, как вы вообще думаете. Кстати, знаете, по настроению мне он, наверное, чем-то напомнил Сиесту от Бракарп, что там тоже жасмин, здесь жасмин, что-то вот такое пересечение вот идет, какой-то такой ниролевый колоний, я бы сказала. Но звучит действительно интересно и мило. На этом я с вами уже прощаюсь. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось, было интересно и, возможно, даже чуточку полезно. И встретимся с вами совсем-совсем скоро. Все ссылки, вся информация будет в описании к этому видео. Там же будут мои социальные сети, обязательно подписывайтесь. Будем с вами дружить в разных социальных сетях. И всем прекрасного дня, вечера, какого сейчас время суток. И пока-пока!